Всем привет! Сегодня я хотел бы поделиться и рассказать о том, что происходит в мире и как люди зарабатывают деньги. Покажу примеры, а в конце подкину три направления для заработка денег без вложений. Так что досматривайте ролик до конца. Поехали! Я часто обращаю внимание о том, что капитализм уходит и сменяется новая формация. На смену им приходит информационный мир. И теперь не проклятые капиталисты правят миром и владеют крупными суммами денег, а люди, которые в принципе не создают товары или не оказывают каких-либо услуг. Сейчас очень крупные деньги зарабатывают люди, которые 50 лет назад еще были бы у самого дна и не смогли бы со своими умениями или навыками в то время заработать большие деньги. А сейчас они показывают колоссальные успехи и все благодаря новым технологиям и интернету. И вы можете логично спросить, а кто это такие? Что это за люди? И я просто отвечу, это медийные люди. И для самых ярких примеров мы можем посмотреть на блогеров. Например, очень известный, вы наверное знаете такого блогера как мистер бист. Если кто не знает, что это за блогер, то это блогер с состоянием более 500 миллионов долларов. В видео он устраивает разные челленджи и дарит подарки и дарит деньги просто так. И это очень нравится аудитории. Мне очень понравилось видео, где он на Хэллоуин раздавал айфоны. Обычно же детишкам кладут конфеты, либо печенье там в сумочку их не. А тут он говорит, на так тебе айфон, на тебе айфон, а тебе на два айфона, потому что у тебя классный костюм. Я не смотрю его, но мне попадается в ленту иногда его видео. И вот в видео я посмотрел, где они раздолбали поезд. Просто сбросили его в яму и я сижу и думаю. Вот это поворот! Здесь крутишься как белка, там условно на заводе 40 лет. Или даже владеешь этим заводом, ты не сможешь себе позволить построить железную дорогу. Вырыть яму, поставить туда поезд. Сбросить этот поезд. А потом все взорвать это. Я посмотрел это видео, это для меня был взрыв мозга. Вот что значит новый информационный мир. Также второй пример про блогера-негра. Вы наверняка знаете его по лицу. И если вы не знаете его историю, то вкратце в 2020 году его уволили с работы из-за карантина. И в это время он начал снимать шуточные забавные ролики, при этом не говоря ни слова. Эти видео стали очень вирусными, залетели людям. И по итогу за 2 года у него около 100 миллионов подписчиков и приблизительно около 60 миллионов долларов капитала. Где вы найдете такой бизнес с такой окупаемостью? То есть человек с нуля, имея в кармане один смартфон, смог условно за 2 года заработать такое состояние. И это прям переворачивает мир с ног на голову. И последний пример. Он конечно гораздо скромнее, чем эти двое, но тоже не поддается логическому анализу. Вы наверняка слышали такую песню? Так вот, я для своего хобби увлекаюсь созданием игр. И периодически натыкаюсь на скибиди туалеты. Такие игры. Ну смотрю, думаю хайп какой-то очередной там для подростков или еще что-то. И тут потом пришла новость о том, что все игры с скибиди туалетами начали блокировать из-за того, что автор, вот этот парень, подал на авторские права на эти туалеты. И тут я решил посмотреть, поискать информацию об этом человеке. И тоже, честно сказать, удивился, когда увидел то, что он просто сидел монтировал видео из игр. Он создавал там какие-то компьютерные анимации. Все это делал в видео. Он создавал как бы мультик, добавлял музыку и выкладывал туда. И вот буквально через несколько лет просмотры его видео взлетели до небес. И он также буквально за пару лет стал долларовым миллионером. И вот так вот получается в этом новом мире. Фактически эти люди не произвели ничего. Даже указку для учителя не сделали, да? Но они создали контент, который посмотрели там миллиард человек. И они стали от этого очень-очень богатыми. Я все это переварил и думаю, ну ладно, хорошо. Это может быть они попали там в тренд. Может быть они такие, скажем, алмазы, которые там один на миллиард. Но нет, я стал натыкаться на все больше людей с такими же успехами, с такими же достижениями. То девочка-инвалид, которая рассказывает про свою плохую жизнь. То учителя, то медики, сантехники, электрики, кто угодно. Даже лифтеры и те создают каналы и набирают там миллионы просмотров. И все, кто понимают, что сейчас главная открытость, главная медийность, они уже находятся на передовой в этом новом мире. И вы должны понять, что сейчас главное орудие труда это телефон. И вам больше ничего не надо. Не нужен небольшой капитал, ничего абсолютно. У вас есть умение, у вас есть интеллект. И вы создаете таким способом канал. Либо какую-то, как парень, делаете какие-то игры, комбинируете и выкладываете в сеть. И абсолютно любой может заработать столько денег, что даже внуки будут пить текилу, условно на Мальдивах. А создание контента или поиск новых идей уже помогает найти нейросеть. И они уже создаются пачками прям. И если сейчас подвести итог по заработку в новом информационном мире. Первое это открытость. Второе это доступность. Третье это возможность работать где угодно абсолютно. Условно вы можете работать в Африке и создавать контент на Америку. Либо в Америке создавать контент на Россию. И вы также будете зарабатывать деньги. Четвертое. На этот вид бизнеса не требуется никаких крупных капиталов вложений. И пятое это масштабируемость. То есть один раз создав какую-то вещь, какой-то ролик, вы можете его промасштабировать буквально за один день на весь мир абсолютно. Ну и как обещал, поделюсь с вами идеями, которые могут принести вам крупные суммы денег. И первая очевидная профессия это блогерство. Вы можете рассказывать про что угодно. Главное наберитесь компетенции, давайте людям пользу. И можете сделать это как формат такой сериала. Вторая профессия это создание контента. Например для того же маркетплейса. Здесь подойдут видео обзоры на товар. Либо создание каких-то анимированных картинок. Создание каких-то анимированных коротких видео для товаров, для выкладки на маркетплейс. Это будет постоянно требоваться. И это будет необходимо. Потому что люди выбирают больше всего по отзыву. И как это выглядит на картинке, когда они видят это впервые. И если вы создадите хорошую анимированную картинку. Там условно телефончик такой он крутится. Там показывает какие у него детали, анимации. Это будет прям смотреться идеально. И к вам будут рекламодатели обращаться постоянно. То есть все люди, которые продают на маркетплейсах, будут вашими клиентами. Ну и третий вид профессии это инструктор по онлайн курсам. Тема образования не менялась более 100 лет. То есть условно она создавала для людей работы на заводе. Ставились их за парты в одно место. Ставились баллы. То же самое как на заводе. Если пятерку заработал, вот тебе премия. А если двойка, то это брак. В новом мире на заводе будут работать роботы. И поэтому в людях эта потребность отпадет. И вот система образования, она претерпит колоссальные изменения. И постоянно нужно будет создавать разные курсы. Шоу платные, бесплатные и прочее. Это будет большая потребность. Условно можно создать курс для детей не просто, например, складывать числа или каким-то определенным навыком. А таким, как, например, может быть, как разговаривать с людьми. На что обращать внимание. Как правильно задавать вопросы. Как не бояться говорить какие-то определенные вещи. Так же и для взрослых. Такие же, возможно, будут курсы. Потому что в этом потребность большая есть. Сейчас вот смотришь условно на детей. Да, они не могут объяснить, что они хотят. У них не сформулирована речь. Есть курсы. И я смеялся тогда. А если вы знаете, такая нейросеть есть Table Diffusion. И курс на ней. Ну, как правильно, грубо говоря. Как правильно задавать вопросы для нейросети, чтобы она генерировала правильную картинку. И вот этот курс они продают за 15 тысяч. Я смеялся тогда, потому что, ну, я думаю, вы собираетесь людей научить, как правильно задавать вопросы. Они говорят, ну, по сути, да, но там еще какие-то нюансы. Я говорю, ну, ладно, с вами все понятно. Так что здесь прям поле не пахано. И можно создавать, создавать и создавать. И если вы подумаете, что обо всем уже рассказано, все уже написано, то нет, вы заблуждаетесь. Мир называется информационный. И здесь очень динамично меняется информация. Условно, сегодня вышел один телефон, вы создали на него обзор и рассказали, как он работает. Через месяц вышел другой. И на него тоже нужна информация. Люди тоже будут ждать и искать эту информацию, как же там разобраться. И это надо людям рассказывать постоянно. И поэтому информация должна будет обновляться. Так что дерзайте. А если у вас есть свои идеи по поводу открытия бизнеса без вложений, то пишите в комментариях. Я думаю, всем будет очень интересно. И да, не бойтесь рассказывать свои идеи. Их никто не будет красть. Потому что люди ленятся делать свои задумки. А еще брать у кого-то его идею и ее реализовывать. Но это прям вообще будет лень для них. Ну и спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.